девчонки сейчас случайным образом мне в рекомендациях выдал эфир мама отличника у нее идет сейчас эфир так отключим и знаете просто вот не могу смолчать женщина взрослая женщина бабушка то есть это не какая-то там молодая девушка которая пороха не нюхала жизни не повидала до опыта жизненного еще не накопила и сидит там но это просто вот сижу и у меня то смех то уши в трубочку заворачивается первое на всю свою аудиторию мы знаем да у нее аудитория не маленькая у мамы отличника сидит вещает о том что всех медиков заставляют и уже давным-давно привели от к вида во первых никого из медиков насильно не заставляют по крайней мере у нас в городе хантамансийских мало я это знаю но более чем на тысячу процентов поскольку вы тоже в курсе да что и мама у меня медик и я работаю в этой сфере с этими конференциями со всеми делами да и то есть почти каждый день бываю в больнице есть у меня и друзья и знакомые и доктора и медсестры и понимаете вот с кем не общалась ни один человек мне не сказал о том что до нас заставляют и прививают медиков нет наоборот все удивляются говорят да нету что нет тем более вот этот человек сидит вот опять же говорю на свою миллионную аудиторию а у нее на стриме бывает до 4000 подписчиков там до 6 до сидит и кидает лапшу на уши вот просто я бы сказала что на вентилятор да ну скажу так сама не знает трындеть лишь бы трындеть но вот еще раз повторю была бы какая-нибудь молодая до бестолковая но еще бы можно было списать но женщина которая уже в почтенном возрасте должна быть мудрой должна понимать что слово не боровей вылетит не поймаешь нет кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря ладно дальше я прочитала всего дюму все тома дюмы господи всего дюму прочитала ладно арахисовая паста и ей ее поправляют да делают замечание она чуть ли не матом ответ посылает идите нахер я тут что на экзамене ну ну понятно меня поправляют да мне как-то с этими тефтелями тефтелями простите да не обижайтесь уже автор этого комментария что правильно говорить не тефтели а тефтели или не тефтели а тефтели на что я ответила от себя что варианта оба верны можно и так это но здесь просто но настолько очевидно арахисовая паста иди побросься побросься и я просто сижу и вот ей там пишут комментарии в чате да и вот болтает лишь бы болтать вот не над одним словом предложением даже не задумывается тут же там михалыч сидит и говорит ой ленту чего в торговых центрах и прививают везде прививают она до этого горел что нет только в больницах проходите обследование там тщательное обследование все туда-сюда и вам только в этом случае ставят тут же и михалыч говорит потому что да вот в торговых ставят вон вагончики приезжают волонтеры ставят прививки никто ничего там досконально не проверяет мне это лишь бы поставить нет этого быть не может чё ты тут тренде что чё ты это видел он гридок видел в том то и дело что видела так это есть и повсеместно по всей стране нет тут же и в чате пишут из разных областей регионов россии о том что да и в торговых прививают и автобусы стоят и газельки стоят и везде волонтеры ходят по организациям прививают никто тебя перед этим досконально не проверяет твои заболевания так спрашивают но есть там нету да но человек например не может знать у него может быть какое-то заболевание развиваться а он еще даже не в курсе что она у него развивается дак там на какой-то стадии короче я просто вы знаете я посидела вот это вот послушала пока волосы укладывала я думаю не дай бог конечно к такому возрасту так терять реальность и настолько стать безграмотным человеком но это просто какой-то кошмар я не в целях обидеть нет я просто хотела с вами поделиться вот кто-то мне там делает замечание что я не так ударение поставил одни то сказала вы зайдите вот туда вот хотя бы вот сейчас на прямой зайдите к ней на прямой эфир видео и там слушайте там столько можно поправлять и поправлять отыграетесь по полной там кто-то из девчонок я написал которую несколько девочек у них тоже такое же название там имя фамилия ну либо псевдоним это же влог либо лайфлог что вы сюда пришли пиариться что вы пиаритесь я тут заработала я сама этот канал поднимала я не ходила не пиарилась вы пришли пиариться у человека паранойя что на ней ходят пиариться что человеку теперь нельзя от своего аккаунта писать комментарий или надо завести 33 аккаунта один от имени а другой от фамилии еще как-то ну я тоже хожу запишу комментарии от своего вот имени да вот века сибирио лайфлог и знаете вот у них не на реагирует нормально мы с ними даже общались чате нормально другие блогеры нормально но у этой просто паранойя что на ней рекламируется видео снимает я блогер я блогер я творчеством занимаюсь как эта улитка знаете выплевывает эти видео по три-четыре в день непонятно о чем на ровном месте выискивает какие-то скандалы на ровном месте высасывает проблему из пальца постоянно обсирает михалыча не знаю ну но я просто я очень удивлена и этот человек называет себя блогером но какой-то блогер ты просто понятия не имеешь что такое блогерство ты не отдаешь отчета ты не понимаешь степень ответственности того что ты несешь с экрана в свои массы вообще отсутствие этики отсутствие воспитания полное непонимание того что вещает брякая такую ерунду нужно понимать что тебя смотрит разная аудитория и на разного человека это может по-разному повлиять про то как она уже там над своими подписчиками издевается преподносит себя богатенькую и такую надо уметь работать надо вот так вот так вот снимать как я не знаю по мне так это позор то что она вот снимая выставляет свою семью обругивает того же михалыча сын у нее постоянно выходит там издевается на привет девочки там и начинает издеваться какие-то знаете витиеватые намеки на 18 плюс ну не знаю не сравнивайте привет цыпочки это я другом говорю молодой щеголь еще молоко на зубах не обсохло он начинает там саркастировать и бросать фразочки в адрес женщин в адрес там мужчин и тому подобное учить жизни вы знаете от осинки не родятся апельсинки вот какая мама такой и сын я вот действительно из этой всей семьи мне вот приятно не наши и вот ну понятно что он взять батя лёша и его семья у него вот родители но я знаю что мама у него умерла получается мачеха да но такие интеллигентные такие приятные люди и видно вот видно что у них есть такой некий диссонанс нелюбовь друг друга да елена павловна туда не стремится сейчас северскую и об этом я много спрашивают почему вы к юле не едете почему туда почему сюда видно что у них не очень хорошие отношения я прекрасно понимаю почему я бы тоже не хотела никаких отношений вообще тем более родственных с такой женщиной как она но простите меня это позор по мне так это позор то ну просто вот у меня прям реально аж накипела я захотела просто с вами поделиться что вы думаете по этому поводу но ну не в таком возрасте и не такую чушь и не на прямых эфирах у массы боже упаси стыдно же мне стыдно слушать она это болтает а мне стыдно слушать это я только сейчас вам часть рассказала о том что вот было а так у нее там я не знаю она удаляет у нее эфиры висят какое-то время по-моему она потом удаляет зайдите послушайте но это просто ну уж и я причем я вот серьезно я специально не включала я пока волосы крутила утюжком у меня видео за видео включается и вот рандомно включила ее ну кошмар нет очень хорошо и и и и и и и и